Тема сегодняшнего занятия в университете рабочих корреспондентов «Применение трудового законодательства в борьбе за улучшение условий труда». Проводит занятие делегат Российского комитета рабочих Вячеслав Михайлович Лазарев. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Хочу начать с того, какие сейчас вообще условия труда на рабочих местах. Часто бывает так, что это вполне очень удручающие условия. Люди работают на старых станках, иногда не вполне исправных. Нарушается техника безопасности. Санитарные условия не соответствуют нормам. Запыленность и так далее. Вред здоровью. Люди вынуждены перерабатывать, потому что не хватает зарплаты, которым платит работодатель, устают, не успевают восстановиться и так далее. То есть это никак не способствует их нормальной работе, нормальной производительности труда. Тем более здоровью, что тоже немаловажно, потому что рабочих на смену современным, рабочим, которые уже многие в возрасте, как-то не наблюдаются в достаточном количестве. И это достаточно такая тревожная ситуация. Сейчас, особенно в условиях СВО, санкций, просто необходимо развивать производство, снижать нагрузку с рабочих, повышать зарплаты, чтобы улучшать экологию на производстве, оздоравливать рабочий класс, внедрять новое оборудование, развивать рабочий класс. Для того, чтобы больше производить, замещать все то, что сейчас перестало вступать к нам, товары из-за границы, вооружение, естественно, нужно производить, боеприпасы и так далее. То есть, это вообще очевидно, что это необходимо делать. Но пока нельзя сказать, что мы можем наблюдать. Это какие-то меры со стороны государства, со стороны капиталистов. Наверное, они проводятся, но не так, чтобы это было заметно. Например, у меня недавно один знакомый рабочий рассказывал, что у них острая нехватка кадров. Завод их в Ленинграде производит продукцию сейчас по оборонному заказу. Зарплата низкая и нехватка кадров. То есть, они устают, перерабатывают и не успевают при этом еще. Приходят новые люди, смотрят на то, как у них обстоят дела. Там они работают с нержавейкой, это довольно вязкий металл, то есть, с ним труднее работать. И зарплата 40 тысяч, которую им предлагают, их не устраивает, они просят 100. Естественно, им отказывают и все стоит на месте. То есть, получается, все отработали отдел кадров, начальство послало запрос в отдел кадров, в отдел кадров нашел кандидатов, кандидат не устроил условия, все, эффекта ноль, но все в пределе. Понятно, что здесь причина в том, что придется поднимать всем зарплату и что-то останавливает капиталистов. Тенденция ухудшения продолжается, на самом деле. Почему? Самый первый ответ, который напрашивается, потому что капитализм. При капитализме цель производства, извлечения прибыли и, в общем-то, все. Но тут возникает вопрос, но ведь есть другие страны, там тоже капитализм, положение рабочего класса отличается в лучшую сторону существенного много раз. и там, и у нас в стране, и там существует трудовое законодательство, государство регулирует трудовые отношения. Почему так? Вот там, значит, хорошо, у нас не очень. Ну, по крайней мере, было хорошо, я не знаю, сейчас меняется обстановка. Может быть, у нас какие-то неправильные капиталисты. Ну, здесь надо подойти к вопросу материалистически. Во-первых, государство, оно изначально возникло при разделении общества на классы, и когда меньшинство стало эксплуатировать большинство, потребовалась какая-то сила для того, чтобы угнетать это большинство, ну, рабов вначале, да. И, значит, было создано право, система законов, которые регулировали какие-то отношения. Ну, вот в то время, на самом деле, вот если касаться трудового права, оно заключалось в простом таком явлении, кто не хочет работать, того просто убивали. И всё, на этом право трудовое заканчивалось. Ну, дальше произошёл перехол к феодализму, уже права трудящихся значительно улучшились, их уже нельзя было убивать, и они работали не всю неделю на хозяина, частично на себя. Ну, и в дальнейшем развитии произошёл переход к капитализму, и вроде как уже все рабочие на тот момент уже были абсолютно свободными людьми, хочешь работать, хочешь не работать. Но поставлены они были в такие условия, так вот произошло развитие производительных сил, что возникли, в первую очередь, ткаческие фабрики, и домашний труд, частный, он обесценился по причине более высокой производительности на фабриках, и люди были вынуждены покидать свои дома, деревни и перемещаться в города, где для них строили такие районы, мягко говоря, не очень пригодные к жизни. Трущобы. Ну, трущобы, да, где совершенно... Даже если прочитать английское положение рабочего класса в Англии, то даже тяжело читать, на самом деле. То есть это ужасные условия. Практиковался детский труд, потому что детям можно меньше платить. Никакой техники безопасности, там рабочих регулярно наматывало на машины и так далее. Питались какой-то совершенно гнилой едой, которую им же сучивал капиталист втридорого через карточки. Купить можно было только в лавке при этом самом предприятии. И вот так стояло на месте. Десятилетиями развития какого-то не наблюдалось. Совершенно удручающее положение рабочего класса. Но вообще рабочий класс и буржуазия это образует одно целое, единство и борьбу противоположностей. Но борьба может быть... Она всегда есть, она абсолютно, но она может быть только в одну сторону. Если рабочий класс не борется, то буржуазия всегда борется, подавляет рабочий класс. Вот как и происходило тогда. Пока Энгельс не поехал, не изучил эту всю ситуацию и не рассказал всему миру передовой интеллигенции. А интеллигенция не могла даже знать об этой ситуации в целом, потому что эти трущобы, они вообще были где-то в стороне, отдельно от нормальных, так сказать, людей, которые жили за счет этих рабочих. Но когда это прояснилось, уже общество начало... Многие поняли, что так нельзя и что это тупиковая ситуация, что надо развивать рабочий класс. А единственное, что мог на тот момент рабочий класс, это какие-то стихийные совершенно действия, восстания, какие-то погромы устраивать, но никакой пользы это не приносило для положения рабочего класса, даже наоборот. Но в конце концов рабочие организовались, профсоюзы, с помощью той же интеллигенции, то есть она по своему положению передовой интеллигенции, она по своему положению имеет возможность изучить вопрос, подсказать рабочим, научить, как бороться. И пошли в ход забастовки, борьба... Ну а забастовка это что? Это остановка производства или приостановка? В результате чего капиталист перестает получать прибыль, его начинают пожирать конкуренты, ну для него это неприемлемо, ему приходится идти на уступки рабочим. А когда это приобретает всеобщий характер, уже начинается развитие производительных сил и главная производительная сила рабочий класс. То есть в западных странах это далеко не само по себе вот так все хорошо, вот это случилось, а в результате, естественно, борьбы рабочего класса за улучшение условий своего труда. В общем, уровень жизни общества в целом повышался. А что в России? В России тоже. То есть это по всему миру это движение рабочее пошло по всему миру, в том числе и в России. Здесь, помимо всего прочего, еще родилась и разбилась партия рабочего класса, мощная, сильная во голове с Владимиром Ильичем Лениным. В конце концов, большевики добились революции социалистической и установления коммунистического уклада. То есть единые монополии направлены на улучшение, на благо всего общества. Произошел гигантский скачок развития, но довольно скоро был нарушен принцип государственной власти Советов, при котором депутаты Совета выбирались по производственному принципу, с возможностью в любой момент отозвать своего представителя с любого уровня обратно к себе на предприятие. То есть принцип демократии был нарушен, истинной демократией. Но при этом еще было достаточно много идейных людей на верхах, они продолжали действовать на интересах рабочего класса. Но так как связь разорвалась, постепенно верхи, руководство партии, в том числе, начало откалываться от рабочего класса. И это было незаметно, сначала и для самих этих, для самой партии, и для рабочего класса. А потом уже руководители партии осознали, или пробились специально на высокие посты, с целью уже воспользоваться этой ситуацией в свою пользу. То есть зарождаться начал класс буржуазии снова. Ну и в конце концов, произошла сначала контрреволюция, революция, потом уже откат назад капиталистический строй. Изначально здесь тенденция такая полностью негативная. Класс капиталистов, который у нас родился, он, в отличие от западного, не был созидательным. Он взял целое, попилил на куски, и каждый себе хапнул, сколько смог, и дальше, как хотел, этим управлялся. То есть вот этот принцип, что извлечение прибыли, он получил такой извращенный характер, но суть от этого не поменялась, прибыль любой ценой. А так как рабочие отвыкли от борьбы еще давно, еще в 30-х годах, в общем-то, был утерян вот этот принцип советской власти, то капиталисты могли делать, что хотели, чего они и делали очень. Продавали налево-направо предприятия, не платили зарплаты, иногда по полгода. В общем, положения в рабочих условиях труда начали ухудшаться стремительно. Но при этом также прогрессивные нормы труда, нормы законодательного права, перешли из социалистического государства в капиталистическое. При этом борьба не велась. В целом на самом деле велась отдельными людьми, отдельными организациями. Например, когда уже пошла попытка полностью убрать прогрессивное трудовое законодательство и заменить его совершенно реакционным Ельцинским. Эта попытка была если не в полной мере, но все-таки пресечена. В итоге удалось сохранить такое трудовое законодательство, которое вполне позволяло вести борьбу за улучшение условий труда. на сегодняшний день трудовое законодательство содержит все необходимые нормы для улучшения условий труда. Но в целом эти нормы не применяются. Так как рабочий класс разучился бороться. Забыл совершенно про необходимость этой борьбы и продолжают ожидать, что там кто-то наверху что-то решит и все станет хорошо. Но на самом деле будет становиться только хуже и хуже, потому что это объективный процесс. Если не борется рабочий класс, его будут выжимать до конца, даже если приведет к исчезновению и тех и других и рабочих и капиталистов. Как-то вот так получается. Ну соответственно раз есть трудовое законодательство, которое можно применить в борьбе. То есть чем это? Это инструмент, который уже существует, он уже эти нормы права завоеваны предыдущими поколениями, они уже есть в законе написаны. Оправа это воля господствующего класса, возведенная в закон, то есть государство аппарат насилия в руках капиталистов в буржуазии правящего класса, но оно призвано в том числе и следить за выполнением законов, которые положены. но само по себе это государство и та же прокуратура совершенно не заинтересовано ходить, что-то высматривать, выполняются, эти законы не выполняются, и так все хорошо, всем неплохо живется, там рабочие где-то в пыльных цехах корячатся, ну и ладно, у всех все устраивает, но если рабочие начнут организованную борьбу, применяя трудовое законодательство, то тут уж не останется каких-то вариантов, ну противодействия этому будут пытаться, но все-таки сила государства в этом плане может быть на стороне рабочих, потому что это же единство и борьба, да, единство относительно, в данном случае вот через законы может проявиться единство трудового, это же через трудовое законодательство, борьба абсолютно, да, ну вот я хотел бы рассмотреть, какие важнейшие нормы трудового права, существует в трудовом законодательстве современной России, вот если открыть сразу трудовой кодекс, первая же статья цели и задачи трудового законодательства, это создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников, ну это самое начало, уже о многом говорить, многообещающе, значит, основными задачами трудового законодательства является правовое регулирование трудовых отношений, в том числе по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений, и участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства, предусмотренных в законном случаях. Ну вот, даже первую же статью если прочитать, уже видно, что написано так, что предусмотрена возможность борьбы, то есть это объективная необходимость, которую нужно реализовывать самый эффективный способ, конечно, коллективный договор, но об этом пойдет дальше речь. Возьмем статью 2, значит, здесь говорится об обеспечении права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самой, его семьи, практически как определение стоимости рабочей силы, который сейчас совершенно зарплату не соответствует в разы этой стоимости рабочей силы. Есть тут такое право у рабочих также есть право у работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам трудового законодательства. Все работодатели обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих норму трудового права. Иной акт это в том числе коллективный договор. Предусмотрено право участия в управлении организацией. Это очень важно, потому что как я уже сказал, в том числе требуются новые кадры, которых судя по всему именно рабочим нужно выступить с инициативой производственных обучений, привлечения молодежи, создания благоприятных повышения вообще престижа работы на предприятиях, на производстве. Видимо, никто больше кроме них этим заниматься не будет. А право такое предусмотрено. Ну, есть статья про основные принципы социального партнерства, в которой сказано, что выполнение коллективных договоров обязательно коллективном договоре можно прописать в том числе и вообще все на самом деле можно прописать. в этом я дальше еще скажу, забегая вперед. Кто представляет интересы работников профессионов? Это первичные профсоюзные организации. Есть такая статья 36, что представители работников участвуют в коллективных переговоров подготовки заключения или изменения коллективного договора соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров. Ну, без такой инициативы если не проявить, то ничего хорошего не произойдет, никаких улучшений. Но право такое закреплено, это важно. Здесь я хотел бы еще подчеркнуть, что одна из проблем в сегодняшний дня, как я уже говорил, рабочие совершенно отвыкли, ну, даже не отвыкли, это уже новое поколение людей, они просто не знают, даже многие не задумываются о том, что от них вообще что-то зависит. А при этом жизнь ухудшается с каждым днем. И одним из критериев успеха в борьбе за улучшение условий труда это то есть как применить это трудовое законодательство. Ну, один человек его применить не сможет, от него избавиться достаточно быстро. То есть нужно донести до коллектива работников, до рабочих вот эту суть, что закон уже для вас написан, все уже готово для того, чтобы вы просто выдвинули свои требования. Для начала, конечно, перед тем, как их выдвинуть, нужно их сформулировать. Но это предстоит сделать, наверное, все-таки кому-то одному первому, рабочему, наиболее сознательному, который сам, являясь рабочим, находясь внутри этого предприятия, лучше всех знает, никто снаружи ему не подскажет, какие актуальны для его товарищей требования, какие нужны в первую очередь улучшения условий труда. техники А вот он может найти подход к этой ситуации и отразить наиболее основные положения будущего коллективного договора, которые самые актуальные проблемы решат. это повышение зарплаты в первую очередь, это улучшение условий труда с точки зрения техники безопасности, вот сейчас уже много лет как ввели эти соуты, которые естественно никак не могут улучшить, а наоборот всегда ухудшают условия труда, то есть нужно добиваться такого такой нормы в коллективной договоре, чтобы все эти инспекции были под контролем профсоюза, под контролем рабочих, которые ну они сами лучше всех знают, что им вредно, что полезно, а не какие-то дяди со стороны пришли зачастую без приборов и нарисовали на бумаге, что все хорошо или даже слишком хорошо. также обязательно внести нужно донести до своих товарищей, что необходимо положение невозможности уволить членов профсоюза без согласования с профсоюзом. Тем самым обезопасить себя от дальнейших репрессий после того, как борьба пройдет успешно, если не будет такого положения, то со временем найдут подход, вычислят наиболее активных людей и обязательно от них избавятся. и дальнейшая борьба прекратится потому что если ядро убрать наиболее сознательно передовых людей, то все рассыпется конечно. Пока еще у нас все только в зачатке до полного коммунизма далеко, когда все будут сознательны и знать чего делать. Все участвующие в коллективных переговорах в период их ведения не могут без предварительного согласия органа уполномочившего их на представительство быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя. Тоже продумана прописана такая норма, которая защищает предусматривает такую ситуацию давление уже во время активной фазы борьбы. Если все по закону делается, то нельзя никаких таких репрессий применять. Закон защищает. рабочих. Также статья 41 содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. Сторонами значит и рабочими. Могут быть включены практически все формы, системы, размеры оплаты труда, выплаты, пособия, компенсации, механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнение показателей определенных коллективным договором. Рабочее время и время отдыха включая продолжительность отпусков. Ну, как это можно понять? значит, можно, ну, то есть, никто не запрещает установить отпуск любой продолжительности, ну, в рамках разумного, конечно, особенно на вредных производствах, где, очевидно, требуется дольше времени на восстановление, размер, также, вот, борьба с инфляцией, да, как, как ее осуществлять, ну, тоже это здесь предусмотрено, что можно продумать такую систему оплаты труда, чтобы повышать зарплату, опережая инфляцию, или, ну, да, опережая, потому, что должно быть развитие всегда, то есть, инфляция, она тормозит это развитие, нужно всегда идти впереди нее, для этого, в общем-то, экономика всегда должна развиваться, люди должны жить лучше с каждым годом, потому, что производительность труда растет, и объективный процесс, это такое свойство человечества в целом. Если этого не происходит, это показатель того, что класс реакционный, совершенно правящий, который не заботится повышение уровня благосостояния своего населения, тех, кого он эксплуатирует, за счет, кого он живет. также открытым текстом сказано, что могут быть установлены льготы и условия труда более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Раз более благоприятные, значит, все, что не хуже, все, что лучше, можно включать. вот товарищи рабочие, я думаю, что подавляющее большинство, практически все, даже не слышали про такие нормы, прописанные в Трудовом кодексе. Для них это просто, ну, какие-то, может, отдельные статьи, они слышали, что нужно, если увольняться, значит, за две недели нужно предупредить, отработать. Не какие-то элементарные, которые совершенно не в их пользу, нормы. Вот это незнание, оно является одной из причин, почему рабочее движение совершенно сейчас такой, в зачатке его практически нет. нужно распространять, нужно самим сначала, вот, наиболее передовым рабочим, кто воспринимает эту информацию, которую мы пытаемся донести, да, через наши средства массовой информации, кто осознал, что это работает, что это все законно, что это инструмент, который специально для этого и за него боролись наши предшественники, да, и он для нас уже готовый, есть. И это не просто право, даже, я бы сказал, обязанность даже рабочего класса воспользоваться этим инструментом, уж никто, кроме него, ситуацию не исправит, спасение рабочего класса, дело рабочего класса. К сожалению, пока рабочие любые такие предложения по коллективной борьбе сразу сходу воспринимают штыки, что тут собрался воду мутить, и так все, еле-еле, сейчас вообще всех уволят. боятся, боятся, что привыкли относиться к руководству как к хозяевам. На самом деле, даже можно сравнить это с тем, что описывал Энгельс, конечно, не в такой уже чудовищной форме, как там, но вообще-то, если рабочие не будут пользоваться тем, теми правами, которые у них есть, то можно скатиться и до того состояния, что ограничений нет никаких, стойкость будет возрастать, капитал, это самая возрастающая стоимость, она будет возрастать за счет, потому что она уже бьет последнюю рабочую, я так уже утрирую, выжмет все соки, люди уже помрут от непосильных непосильных труда и все, никаких других перспектив не существует при отсутствии борьбы рабочего класса, это совершенно материалистический подход, он так и есть, никаких иллюзий питать не нужно. Есть статья, в которой прописано, что государство гарантирует меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы, вот тоже одно из самых актуальных требований повышения заработной платы, всем не хватает денег, но понятно, если не платят зарплату размере стоимости рабочей силы, их и не может хватать объективно, но люди боятся, почему-то они считают, что та зарплата, у некоторых побольше, у некоторых поменьше, особенно у тех, кто побольше, дорожат этой ситуацией и боятся все испортить, а на самом деле в законе прямо написано, что государство гарантирует это повышение, то есть а как оно может гарантировать, но добровольно никто деньгами делиться не будет, наоборот, будут только отнимать, но если начнется борьба коллективная, то государство призвано обеспечивать обеспечивать это повышение, все тут все очевидно достаточно, так же про профессиональные союзы говорится много, с помощью них можно осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства, можно назначать инспекторов труда, которые не будут иметь право беспрепятственно посещать любые помещения, любые цеха и контролировать, что техника безопасности выполняется, что санитарные нормы выполняются, предусмотрена такая норма, что можно своих представителей назначить, не каких-то со стороны незнакомых людей, которые вообще иногда даже не приходят на места, просто бумажки рисуют какие-то и все, решение принято, что у вас все хорошо, а вы своих назначите, которые будут за ваши интересы бороться, просто откройте закон и посмотрите, что у вас есть такое право, вот, это одна из главных сейчас задач, как-то донести до рабочих их права, вот, это такой, можно сказать, камень преткновения нашей современной России, что весь мир, он борется так или иначе, ну, может быть, не очень, ну, уж не за коммунизм там борются, да, но какие-то явные улучшения, они, точнее, даже противодействие ухудшения, когда начинают давить капиталисты, ну, сразу все поднимаются на борьбу, это в порядке вещей, во всем мире рабочие, борются за свои интересы. У нас это совершенно не принято даже думать об этом. Ну, так, это вот объективно, значит, ну, что мы можем сделать? Здесь, конечно, большую роль играет, помимо того, что я уже говорил, да, еще средства массовой информации, которые, которые каждый день пропагандируют буржуазные идеи, ну, и вообще известно, что общественное бытие определяет общественное сознание, да, если капиталистическое бытие, ну, мысли рабочие будут по-буржуазному, но одно из средств, через которые это вот реализуется, это, конечно, средства массовой информации, и здесь можно использовать и нужно распространять пролетарскую идеологию на проходных заводах с помощью газет «Народная правда» фонда рабочей академии, потому что других способов повлиять на сознание рабочих и донести до них вот эту мысль, эту идею, что в Трудовом кодексе и законе о профсоюзах для них все уже готово и достучаться на них через даже ютюб-каналы какие-то создаваемые, но это маловероятно, потому что, во-первых, они едва ли их смотрят, во-вторых, охват, чтобы был охват такой существенный, это нужно большие-большие деньги, откуда это большие деньги, как известно, только у капиталистов, но они тратят их на пропаганду своих буржуазных идей. Единственный способ остается это распространять пролетарскую идеологию непосредственно у проходных, потому что там хотя бы можно как-то сконцентрировать те небольшие ресурсы человеческие, которые у нас есть, носители пролетарской идеологии и как-то примелькаться, чтобы рабочие привыкли, что одни и те же люди приходят, раздают, в газетах пишут, что с вами будет, оно так и случается, потому что мы смотрим наперед, используем науку и можем многие вещи предсказать, втираться в доверие в хорошем смысле, устанавливать контакт и хотя бы до одного кого-то уже это будет большой успех, если какой-то один рабочий проникнется этими идеями и поймет, что все зависит от него на самом деле уже, как только он понял, что существует трудовое законодательство позволяющее бороться за улучшение труда и что это единственный способ улучшить условия своего труда, ну все, он уже понимает, что раз он понял, ну наверное он в этом плане самый восприимчивый к пролетарской идеологии оказался и теперь его задача своих товарищей к этому привлечь, то есть он возможно будет их лидерам, ну конечно одного человека мало, но это уже большой успех будет. Хотел бы сказать так же обязательно это нужно все делать с умом, аккуратно вести борьбу, применять трудовое законодательство, потому что надо же не просто применить, а получить положительный результат, соответственно единственная сила, которая может подкрепить это трудовое законодательство, этот инструмент, это коллектив, это слаженный коллектив, и пока его нет, никаких особых действий предпринимать не нужно, потому что это просто раскрыться раньше времени, выдать себя, ну поначалу может ничего и не будет, но если слишком активно себя вести, то могут на всякий случай избавиться, но как-то что-то не нравится нам этот товарищ, возможно у нас прибыль тут уменьшится, если так дальше пойдет. Но самое интересное, что при реализации этих норм прописанных на самом деле улучшится и положение буржуазии вначале, потому что повышение производительности труда, оно же для всех полезно, можно произвести больше, а заплатить пропорционально меньше этому росту, все выигрыши, это тоже можно использовать как уже при коллективных переговорах, для того, чтобы убеждать работодателя, но это он будет слушать уже, когда у него не будет выбора, когда будет коллектив, когда он грамотно применит трудовое законодательство и добьется для начала коллективных переговоров и уже нельзя будет ничего сделать с этим, вот, тогда по-тихому избавиться от этой активности неприятной, там уже можно чего-то объяснить работодателю, но раньше времени это бесполезно, поэтому коллектив необходим, вот, эта задача, ну, для начала три человека это уже организация какая-то, потому что снаружи подсказать могут достаточно много чего подсказать по существу, но каждая ситуация она индивидуальна, каждое предприятие, условия там отличаются, какие-то особенности, надо принимать решения на местах, надо обсуждать, проводить собрания, даже три человека это уже какая-то сила, это можно распределять какие-то обязанности, принимать решения, какую-то стратегию выбирать, да, хотя бы три человека это уже многое, подошло, на головах хорошо, а три лучшее, ну, пока все, спасибо, вопросы поступили, один, во всяком случае, какие вопросы борьбы за улучшение условий труда обсуждались на последнем заседании Российского комитета рабочих? Ну, на самом деле, вот эти вопросы обсуждались, коллективная борьба, немножко форма меняется, а суть вся та же, улучшение условий труда, все вокруг коллективного договора крутится, защита руководителей профсоюзов обсуждались, от неправомерных действий работодателей, это важный вопрос. Не руководители, а вообще коллективная защита от неправомерных действий работодателей. Товарищи, хочу сказать следующее, что так исторически сложилось у нас в стране, что вот те небольшие, немногочисленные пока еще победы, какие были достигнуты рабочими, точнее большие для их предприятий победы, в том числе докеры, авиадиспетчеры и другие на других предприятиях менее известных, но там всегда присутствовали так или иначе члены рабочей партии России, вот никаких других я не слышал на каких-то предприятиях, чтобы был принят коллективный договор прогрессивный, где существенно улучшались бы условия труда. Была всегда создана организация из членов рабочей партии России, на самом деле я думаю, что без этого фактора успеха так серьезного не достичь, поэтому помимо просто изучения трудового кодекса и так далее, нужно вступать в рабочую партию России и действовать уже совместно с ней, выполняя программу и тогда только возможен успех. Я считаю так, жизнь показывает, что так оно и происходит пока. Вообще никто другой и в принципе не поднимает такой вопрос о такой актуальности коллективного договора прогрессивного. Это наша тема и здесь без коллективного договора очевидно не получится значительно улучшить условия труда, потому что даже взять зарплату повысить не просто даже коллективный договор, они должны быть на всех предприятиях, на большинстве заключены, потому что повысив себе зарплату на одном предприятии, так или иначе ее можно аннулировать этот успех, просто повысив инфляцию. Всегда мы всегда будем отставать от буржуазии в этом плане, у них в руках все рычаги, но вот чтобы навсегда создать достойные условия оплаты труда, чтобы хватало на жизнь, на воспитание детей, работников будущих, которые придут на смену, но здесь уже нужен переход к социализму, а он возможен только при создании советов, которые формируются из представителей забастовочных комитетов, что на этапе забастовки избирается и другого пути надежно закрепить успехи навсегда и улучшить свою жизнь значительно, да, ну, просто нет, вот, поэтому призываю всех рабочих сознательно вступать в рабочую партию России. Спасибо, Вячеслав Михайлович. Спасибо.